Открытие финала первенства России по стрельбе из лука, визит на площадке для тренировок по фехтованию, бадминтону, спортивной акробатике, а также по настольному теннису. С этого начался визит министра спорта в нашу область. А затем Олег Матыцын отправился на открытие крытого футбольного манежа, что на территории стадиона Ленина. Путь его лежал через парк Победы. Тут его встречали те, кто свою неделю не представляют без скандинавской ходьбы. Сначала нас было 5, 6, 7, а теперь уже 31 человек. Мы с удовольствием занимаемся, ходим два раза в неделю, по полтора часа. Чувствуем себя хорошо, идем бодренькие домой, отдыхаем, пьем чаек. Самое главное, что все стали немножко худеть, а это тоже неплохо, потому что лишний вес мешает, он и здоровью мешает, и нам мешает, а мы ходим, двигаемся. Губернатор области Олег Матыцын пожелали хорошей тренировки и направились к крытому манежу. Несколько лет эти ребята в футбольной форме ждали открытия. Первый камень здесь был заложен еще в 2021 году, а завершили работы в 2023. Теперь для этих ребят, что увлекаются футболом, в распоряжении больше 9 тысяч квадратных метров и внушительная высота потолков 18. После вручения новых спортивных снарядов, танцев и наставлений дан официальный старт работе первого в регионе крытого футбольного манежа. Ну а после министр спорта Олег Матыцын решил сыграть с молодым, но многообещающим орловским футболистом и проиграл. Футбольный манеж построен в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» с проекта «Демография». И теперь у орловских спортсменов помимо поля есть 8 раздевалок, медицинские кабинеты, тренажерные залы и вспомогательные помещения. То, что мы находимся сегодня здесь, видим счастливые лица детей, родителей, поклонников футбола. Меня вселяет уверенность, что мы на правильном пути. Та программа и ту стратегию, которую утвердило правительство, согласованно президентом Российской Федерации, видим, что сегодня это главное условие стабильного развития и успешного развития нашего общества, нашей страны. Губернатор области отметил, открытие манежа – это лишь еще одна ступень в развитии спорта в регионе. Нам удалось увеличить финансирование до суммы практически 1 миллиард 400 миллионов. 42 объекта спортивной инфраструктуры, плоскостных объектов построены. В каждом районе созданы площадки для занятий спортом. Но и все это невозможно было представить без поддержки министерства и без реализации нацпроектов. После открытия делегация направилась на встречу со спортообщественностью региона. После обсуждений о будущем орловского спорта, 18 человек удостоились министерских наград и спортивных званий. Андрей Погосян, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.